Доброе утро, друзья! 5 сентября, понедельник на календаре, осень уже вступила в свои законные права. Но расстраиваются по этому поводу, не стоит и вздыхать, Саша, потому что впереди нас еще ожидает наше лето, бабье лето. Да, друзья, а вот когда именно оно наступит, мы прямо сейчас спросим у начальника службы гидрометеопрогнозов, главного синоптика страны Дмитрия Рябова. Доброе утро! Доброе утро! Отдувайтесь за всю службу. Да, несмотря на то, что календарное лето в этом году у нас уже закончилось, ну, как вы правильно сказали, расстраиваться не надо, побольше оптимизма. Почему? Потому что климатическое лето еще не закончилось. В этом году, как раз в сентябре месяц, он предполагается так, что он будет выше климатической нормы. То есть это говорит о том, что в сентябре в большинстве дней порадуют нас теплой и комфортной погодой. Так, ну о погоде осенью мы еще поговорим чуть-чуть позже. Давайте коснемся все-таки лета прошедшего, потому что я слышала, синоптики заявляли, что это, пожалуй, самое такое горячее, жаркое лето было. Но мы как-то, честно говоря, не почувствовали. Нет, это было не самое жаркое такое лето. Ну, одно из. Нет, самое жаркое лето в нашей стране было, помните, в 2010 году. Вот это действительно было жаркое лето, когда практически два месяца стояла аномально жаркая погода. И по юго-восток, особенно в Гомель, температура была почти 40 градусов. Вот это действительно аномально было тогда. И довольно-таки сухо. В этом году, да, как и предполагалось, лето было немножко теплее обычного. И средняя сезонная температура воздуха была на 1-3 градуса выше климатической нормы. Но многие, наверное, со мной не согласятся. Почему? Потому что, как бы, да, действительно, особенно июль месяц. И вот эта вот неустойчивая погода, да, которая, особенно в июле, вот о чем я и говорю, она как-то сгладила вот это вот, да, вот. Если брать по отдельности, там, каждые 3 месяца они все были выше климатической нормы. Июнь месяц был немножко такой засушливый, потому что выпало всего лишь 55% осадков. А вот июль месяц, да, действительно, он у нас был, как говорится, то жар, то холод. Да, вот это и неприятно, поэтому ты и не чувствуешь. Плюс 15 до плюс 35, то есть, как бы, да. И как раз вот эти вот сильные ливни, шквалы, град. А что это за капризы погоды? Вот все говорят, ой, такого мы не помним, что прям такие грозы сильнейшие. Вот эти, сколько людей по стране, ну, вот жилища пострадали, крыши, деревья. Да, это вот, о чем я говорю, да, это как раз вот идет речь, почему в последнее время очень часто заговорили и застряют внимание как раз вот на изменении климата. Если говорить так в целом по осадкам, то в нашей стране, как бы, вот количество осадков не сильно изменилось, да, то есть общее количество, но при этом увеличилось количество сильных ливней, увеличилась их интенсивность, увеличилось количество гроз, но там, где грозы, это ливни, это шквалы, это град и так далее, и так далее. То есть, как бы, вот это вот, о чем и заостряет на этом внимание. Вот это вот все в комплексе, конечно, приводит к различным чрезвычайным ситуациям. Климат меняется, и вот это вот количество опасных и неблагоприятных явлений погоды, конечно, будет в дальнейшем как бы расти. Это все из-за того, что тают ледники, из-за того, что этот эффект, вот этот, с которым все борются. Это, как бы, можно сказать, все в комплексе, да, климат, как бы, он изначально, он всегда менялся, да, были периоды похолодания, ледниковые периоды, потом были такие жаркие периоды, но за последнее время, особенно за последние 10 лет, климат существенно, как бы, вот поменялся, о чем, помните, в декабре месяце был саммит по изменению климата во Франции, где даже собирались главы государств, то есть увеличилось количество, особенно за последние лет, вот опасных явлений погоды, увеличилось количество тайфунов, и вот в прошлом году было там 6 супертайфунов, то есть таких никто же никогда не было. И с учетом того, как бы, вот, предварительного прогноза по изменению климата, вот это вот количество вот этих опасных явлений погоды, будет, к сожалению, вот, расти, и мы к этому не готовы. Поэтому, как бы, заостряется внимание, что необходимо что-то делать. Климат мы не сможем поменять, да, сам по себе, то есть, как бы, в наших-то силах, это все рефантастик. И грозы отменить, отправить в другое место тоже не можем. То же самое, да, и грозы отменить. Остановить уже циклон, нереально просто, но уже стоит, необходимо приспосабливаться к этому. Какие-то строят, как бы, дома вот эти, да, там, какие-то строят материалы, да, выращивают какие-то более новые культуры. Вот мы поговорили о том, что минусов, к сожалению, сейчас стало больше, вот, в виде вот этих природных неприятностей. Давайте вот о плюсах. Что изменение климата, какие плюсы нам принесли? Ну, плюсы, в первую очередь, как бы, вот, если говорить про нашу сторону, то есть это, конечно, стали более короткие, мягкие зимы. Если вспомнить прошлую зиму, да, вот, например, зима была один месяц, с 25 декабря по 25 января. Классика. 26 января практически в нашу сторону пришла весна. Правда, она была такая немножко затяжная. Да, как это стало. Хотя в марте месяце там были там и уже температуры выше 20 градусов. То есть более становится такой более длительный вегетационный период, да, то есть уже можно практически некую культуру выращивать там по два оружия. Вот, но здесь, как бы, еще чуть минусика, то есть, как бы, у нас стало, как бы, в связи с тем, что вегетационный период уже начинается там в марте, в апреле, да, то есть, как бы, но, как бы, здесь еще остались заморозки, да. Она в последнее время, вот, первая декада мая, она прохладнее, чем третья декада апреля. То есть, когда это вегетация, как раз вот в начале мая обычно, когда там, вот, бывают такие периоды похолодания, бывают заморозки, конечно, которые тоже несет гибели. То есть, как бы, здесь, как бы, меньше тратится денег на, как раз вот, на топливо, на обогрев. Вот это вот, но здесь, как бы, вот, возрастает, как бы, на кондиционеры здесь тратится. Где-то есть плюсы, где-то, конечно, есть минусы в этом плане. То есть, ложечку идем к тебе давай. В общем, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Вот, люблю эту песню, замечательно, уважаю Рязанова, но, как бы, я здесь в этом плане с ним немножко не соглашусь. И я тоже. Не согласна я. Потому что все-таки есть. Самое главное – это погода в доме. Да, это сто процентов. Но все-таки лето не было. Да, прошлись по песням. Давайте про бабье лето поговорим. Вот бытует такое мнение, что прежде, чем наступает бабье лето, сначала заморозки какие-то. Ну, то есть, похолодание. Да, вы совершенно правы. Ну, в метеорологии такого термина, как бабье лето, как бы, оно не существует. Да, то есть, как бы, когда идет такой продолжительный период такой прохладной погоды, потом приходит, как бы, вот антициклон, устанавливается не жаркая, а такая теплая, комфортная погода. То есть, даже вылазят уже там погреться жучки, паучки. То есть, как бы, там птички начинают петь, стоит такая тихо, спокойная, такая солнечная, замечательная погода. То есть, что касается этого лета, этой осени, то в этом году нас ждет бабье лето, можно сказать, такая многосерийная. То есть, нас ожидает... До декабря, и потом... А потом сразу весна. То есть, в сентябре будет обязательно бабье лето. А как, ну, может быть, примерно, там, к концу третьей декады? Могу сказать так, что бабье лето как раз вот придет и на этой неделе. То есть, придет антициклон. Правда, он будет не жаркий, но погода будет вполне комфортная. Вот, и будет светить солнышко, и погода будет довольно-таки замечательная. Покупаться можно вряд ли успеем, потому что, как бы, уже... Вот это все-таки уже остыло, и такая уже свеженькая. Вот, но насладиться вот этими красотами осенью, то есть, вот, там, листики уже, там, начинают желтеть. То есть, как бы, там, вот это... Мы еще успеем, и нас еще ждет замечательная и хорошая погода. В октябре месяце тоже предполагается... Кстати, а бабье лето сколько обычно? Недели две, да? Ну, сейчас, смотрите, по народным приметам обратиться, да, немножко. Хотя мы их не используем. Ну, так, чтобы народу было понятно, что вот... И сейчас идет молодой бабье лето, да, хотя вот... Для молодых баб. С первого по 14. Это, как бы, молодой бабье лето. Но основной бабье лето идет, ну, с 14 уже по 21. Но не всегда в эти сроки, как бы, оно всегда приходит, да. Оно бывает, приходит там... Как любая девушка опаздывает. Да, бывает, что она опаздывает. Не постоянно. А бывает, что все-таки и не приходит совсем. Да, вот, кстати, я читала, что раз в 7 лет бабье лето вообще вот берет и не приходит. Кстати, про сентябрь месяц тоже вот как раз вот последние годы, особенно первая половина сентября, это лето. То есть погода характерная как раз вот для августа месяца. В прошлом году 1 сентября плюс 30, 35. Вот это вот была действительно такая вот хорошая погода. Поэтому как бы сентябрь месяц он уже больше... И в этом году также предполагается, что он будет тоже вот близко там по своим температурным режимам, по осадкам ближе к вот к августа месяцу. Если мы видим, что осень у нас заканчивается в декабре, например, может быть, имеет смысл как-то называть уже месяца своими именами? Ну, знаете, например, вот февраль месяц, он совсем уже последние годы, он не лютый. Почему? Потому что как бы таких морозов там и нету. То есть как бы февраль как-то вот последние годы, это у нас практически, то есть как бы весенний месяц. Зима сократилась, стало намного мягче. И вот последний раз такие лютые морозы как раз были в 42-м году, когда температура воздуха опускалась вот там в северных регионах нашей страны до минус 42 градусов. Вот это вот тогда вот было такая, действительно, помните еще, да, я помню по своему детству, когда зима была, так это была зима, да, и когда мы ходились на санках, на портфелях, с горы там вот на коммунистическое, там все это вот, и там было столько снега, то практически там вылетали мы туда даже на этот вот на лед, на лыжах, то есть как бы и действительно тогда была зима. Ну что ж, практически обо всех порах года мы успели поговорить, и до зимы, слава богу, далеко, а вот бабье лето уже на носу. Ура! Мы напоминаем, что в гостях у нас был начальник службы гидрометеорологических прогнозов Дмитрий Рябов. Спасибо, Дмитрий, большое, как Дмитрий сказал, главная погода в доме, запомните. Ну а мы, дорогие друзья, с вами не прощаемся, буквально через несколько минут вернемся в студию хорошего настроения. Продолжение следует...